Икона стиля Коко Шанель не только внесла огромный вклад в мир моды, но и совершила революцию. Большинство из ее нововведений до сих пор являются примером идеального стиля. Она единственный дизайнер одежды, который вошел в список 100 самых влиятельных людей 20 века журнала «Тайм». Коко Шанель была известна своими амбициями, целеустремленностью и энергией. Вот 10 интересных фактов об одном из самых известных модельеров мира. Габриэль Баннер Шанель, а именно такое имя при рождении, получила знаменитое кутюрье. Она родилась 19 августа 1883 года в городе Аверн. Очень рано осталась сиротой. С шестилетнего возраста ее, а также четырех ее братьев и сестер взяли на воспитание родственники. С 18 лет девушка начинает сама зарабатывать на жизнь, работая продавцом одежды, а по вечерам поет в кабаре. Габриэль имела несколько любимых песен, а особенно часто исполняла перед зрителями «Коко Рико», «Коко Рико». С тех пор за девушкой закрепилось прозвище «Коко». До большой известности «Коко Шанель» работала помощницей бельевого торговца в маленьком магазине, а в свободное время пела и танцевала в концерт-кафе. Чтобы облегчить поездку на гондоле в Венеции или прогулку на лошадях, «Коко Шанель» решила надеть брюки, чем возмутила мир моды. Она сама спроектировала их для женской фигуры и ввела в моду. Модная общественность быстро последовала ее примеру. Днем Шанель надевала укороченные брюки, а для вечерних выходов создала широкие и длинные. В то время тельняшки были лишь частью формы моряков. «Коко Шанель» поняла, что тельняшка – это удобно и практично. Она начала надевать их не только, когда отправлялась на море, но и носила в повседневной жизни. Позже дизайнер начала использовать их в своих коллекциях. Сегодня тельняшка считается классикой гардероба. В 1921 году «Коко Шанель» представила нам самый известный парфюм – «Шанель номер 5». Это были первые в мире духи, содержащие в огромном количестве синтетические вещества и альдегиды, благодаря которым запах был стойкий и держался очень долго. Когда Мэрилин Монро спросили, что она одевает в постель, то Монро ответила – «Всего несколько капель Шанель номер 5». Габриэль не любила бриллианты. Именно поэтому она ввела моду на бижутерию и жемчуг. Дизайнер говорила – «Большие, как пробка от графина, бриллианты, которые служат знаком богатства мужа или любовника женщин, которые их носят. Я не люблю драгоценности ради драгоценностей. Бриллиантовые серьги или нити жемчуга, которые вынимают из сейфа, чтобы показаться в них вечером, а потом кладут обратно в сейф, и которые чаще всего принадлежат какому-нибудь акционерному обществу. Украшений должно быть много. Если они настоящие, это отдает хвастовством и дурным вкусам. Я делаю фальшивые и очень красивые. Они даже красивее настоящих. По-настоящему яркую женщину черный не затмит, говорила Коко Шанель. Несмотря на то, что белый, бежевый, золотой и красный символизирует Шанель, черный был ее любимым цветом. Она считала, что черный раскрывает женскую притягательность, сексуальность и грацию. Несмотря на модные в ее время пышные наряды с обилием декора, Коко придумала маленькое черное платье. Сегодня оно неотъемлемая вещь базового гардероба, которая есть у каждой девушки. Ей больше нравилось удобство, лаконичность и простота. Черный цвет был воспринят как революцию. Он считался скучным. Но великая Коко знала, что черный цвет лишь подчеркнет красоту и элегантность по-настоящему яркой женщины. Она говорила, что нет ничего более стильного, чем маленькое черное платье. Шанель говорила, что я устала носить ридикюли в руках, к тому же я их вечно теряю. Поэтому в 1955 году она придумала простую и гениальную вещь – маленькую сумочку на длинной цепочке. Ее можно было повесить на плечо, оставив руки свободными. Сумка носит имя 2.55 и выпускается до сих пор. У Коко был сороковой размер обуви. И чтобы визуально уменьшить размер ступни и сделать ноги более длинными, Шанель в 1957 году создала легендарные двухцветные туфли-лодочки с открытой пяткой на невысоком каблуке. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему именно лев присутствует на украшениях Шанель? Лев – это символ Венеции, куда после гибели в автокатастрофе ее возлюбленного она отправилась туда, чтобы залечить душевную рану. Венецианский лев Святого Марка стал для Шанель символом возрождения к новой жизни. К тому же знак зодиака – Коко Шанель – именно лев. Он был единственным животным, которое присутствовало в работах Коко – на пуговицах, твидовых костюмах Шанель, на застежках, на многих ювелирных украшениях. Коко Шанель произвела революцию в женской моде и придумала женский костюм. Считалось, что твид и джерси – это грубые ткани, подходящие для пошива исключительно мужских костюмов. Однако Шанель разрушила этот стереотип и создала женские твидовые костюмы, которые стали воплощением элегантности и роскоши. В такие костюмы с удовольствием облачились звезды кино, сцены и даже жены президентов. Например, Джеки Кеннеди – известная законодательница моды. Коко 37 лет жила в одном из шикарнейших отелей Парижа под названием «Риц». Ее партнер в делах, Дин Кладж, делал все, чтобы она оставалась там дольше. Сама Шанель называла свое парижское жилище не иначе, как «домом». Шикарные апартаменты с видом на Вандомскую площадь и сады Рицца состояли из двух спален, гостиной и двух ванных комнат. Коко Шанель скончалась именно в этом отеле в 1971 году в возрасте 87 лет. 10 советов для женщин от Коко Шанель «Если хочешь быть незаменимой, нужно все время меняться». Преграда – это указатель. Заботясь о красоте, надо начинать с сердца и души, иначе никакая косметика не поможет. Чем хуже у девушки дела, тем лучше она должна выглядеть. Мне наплевать, что вы обо мне думаете. Я о вас вообще не думаю. Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать. Образец стиля, пример смелости и решимости, известная личность, вокруг которой не замолкают споры. Девушки с восхищением думают о прекрасной Коко Шанель, подарившей нам такую моду, такие наряды, в которых нам комфортно, и при этом мы выглядим эффектно и элегантно. Безусловно, с биографией такой великой женщины хочется быть знакомой. И одной из доказательств ее популярности – несколько десятков книг, посвященных биографии Коко. Самые интересные из них. Клод Делле «Одинокая Шанель». Книга вышла во Франции еще в 1983 году, а на русский язык была переведена лишь в 2010 году. Она разлетелась с книжных полок в один миг. Книга заслуживает особого внимания в первую очередь благодаря ее автору, Клод Делле, которая не только дружила с Шанель, но и была ее личным психоаналитиком. Биография приоткрывает занавес в «Одинокий мир Коко», рассказывает о подробностях ее жизни, которая, увы, была куда менее успешна, чем дело, которому она посвятила всю жизнь. Работа над книгой велась совместно с домом Шанель, в связи с чем в ней можно найти множество эксклюзивных фотографий. «Эдмонд Шарль Ру. Время Шанель». Автор этой биографии Коко Шанель – знаменитый историк моды Эдмонд Шарль Ру, известный журналист, писатель и лауреат Гонкуровской премии. Книга рассказывает о том, сколько стереотипов удалось переломить миниатюрной Шанель, чтобы стать женщиной-легендой, слава которой не утихает и в 21 веке. Маленькое черное платье, жемчужинная нить, стеганая кожа и твидовый костюм сегодня практически всем известны ее творения. Но для тех, кто сегодня только открывает для себя мир Шанель, эти книги будут идеальными. Спасибо за внимание!